Елена, добрый день. Сразу скажу, как девушка девушки, вы сегодня шикарно выглядите. Как ваше настроение? А здесь слышно будет? Да, все хорошо. Ой, у меня потрясающее настроение, я обожаю детские праздники, и особенно, когда так все красиво и с душой сделано, я наслаждаюсь. Елена, как знаю, вы же сегодня тоже не одна пришли, а со своими двумя сыновьями, правильно? Да, все так, с Мироном и Платоном, тоже близнецами. А что вот вы можете мне сказать? Сложно ли одновременно воспитывать сразу не одного, а двух детей? Нет, я считаю, даже просто, потому что с самого рождения у них есть эффект присутствия. То есть они не настолько нуждаются в маме, как, допустим, один ребенок, потому что, ну, вот это ощущение, что кто-то есть рядом, кто-то важный и ценный, оно у них сохраняется с первого дня. Более того, именно тогда мои дети перестали плакать, когда я их положила в одну кроватку прямо в роддоме. То есть когда они были по-разному, они не спали ни днем, ни ночью. И как только я их положила в одну, все, я вообще поняла, что такое кайф вообще с близнецами. А что вы сейчас можете сказать? Вот они сейчас уже подросли, да? Как вот сейчас они ведут? Потому что, как мы знаем, если рождаются погодки, часто бывает соперничество между детьми. А у близняшек? Ой, у них другая история. Они между собой очень дружны, но они направляют эту энергию вовне. Они страшные хулиганы сейчас. Они проживают вот это вот вредничество какое-то, вот свое детство во всей красе, но они не друг на друга направляют это, они очень дружны. А именно вот вовне и троллят других всех вокруг. Ну, пока мы это принимаем. Такой период. Но будем надеяться, что и в дальнейшем у ребятишек будет складываться только с возрастом более крепкие и теплые отношения? Я очень уверена в этом, да. Но и, соответственно, этот возраст, они тоже перерастут. И главное, что их воспитывают в доброте, с хорошим примером. И точно они и у нас, и я уверена, что у ребят, у Леры с Артемом вырастут просто, ну, дети с реально очень добрым сердцем. В этом я уверена. Мне кажется, это действительно хорошие слова, потому что иметь доброе сердце сегодня, это действительно важно. А теперь поговорим о вкусном, то, что набирают нас в интернете споры, скандалы, интриги, расследования, как я люблю делать. Это ваши марафоны желаний. Ну вот я человек-реалист, и я это понимаю, что когда ты меняешь свое подсознание, меняешь свое окружение, и жизнь меняется, это вполне себе логично. Мы меняем среду вокруг нас. Но как наши мысли, как просто наши хотелки, желания могут повлиять на нас? А как иначе? То есть все, что происходит в нашей реальности, оно изначально закладывается в энергии мысли. Все, что создано в этом мире, куда бы мы с вами ни посмотрели, это все когда-то было просто чьей-то мыслью, да, и потом это материализовалось. И в этом плане наше с вами мышление, да, наша с вами жизнь, она ничем не отличается. Мы хотим создать пару, мы сначала создаем намерение на эту пару, мы хотим детей. Сначала появляется мысль о том, что мы хотим детей, да. И поэтому это абсолютно естественный процесс, абсолютно естественный. Почему-то люди еще отрицают его, пытаются убедить своего скептика внутри, что это не работает. Хотя на самом деле это естественные законы мирознания. То есть если я вас правильно поняла, то сейчас объясню. По тому, как вы рассуждаете, у меня сложилось впечатление, что энергия, ее чуть ли не можно потрогать. Да, это действительно так. Ой, колясочка. А это действительно так, да. Действительно. Как будто бы материально. В конечном итоге любую мысль мы можем потрогать, только нужно дать ей время, вот и все. Смотрите, у вас есть уникальная возможность, вот прям уникальная возможность через нас, всем вот этим скептикам сказать, что они вообще не правы, и все-таки правда нужно приходить на курс и осуществлять свои мысли. На самом деле я никого никогда не переубеждаю, потому что искренне считаю, что каждый этап жизни очень важно прожить. И, допустим, вот то же самое отрицание, неверие, да. Пока человек его не проживет в полной мере, не возьмет все кайфушки от этого состояния и не поймет, что да, пора уже двигаться дальше, ничего не произойдет. И в этом смысле я искренне верю в людей и искренне верю в то, что в конечном итоге в каждом родится эта божья искра, этот отклик, когда действительно захочется себе ответить на вопрос, а чего же я хочу, и все-таки подумать, а как можно осуществить шаги к этому, и как действительно это все работает, и тогда человек превращается в исследователя, да, такая детская энергия, которая зажигает, собственно, этот путь, да. Поэтому убеждать не буду, наслаждайтесь, питайтесь теми состояниями, которые у вас есть сейчас, потому что они тоже важны. Знаете, вот я люблю всегда раскрывать какие-то секреты в интервью, но мы не будем портить маркетинг, мы этого делать не будем. Я вам задам один вопрос просто. А можете вы мне рассказать в первую очередь, а с чего нужно начать, чтобы вот как-то этот процесс запустить? Вот что нужно сделать? Значит, в Инстаграм. Есть страничка, она называется my, нижнее подчеркивание, dream, нижнее подчеркивание, он. Вы, значит, заходите туда, по ссылочке вверху кликаете и пишите «Участвую». Я считаю, что секрет прост, да, мои хорошие? О, Лиля, сними, смотри, кто к нам пришел тут. Идем к нам. У меня вон есть место в сумке? А, место в сумке, да? Да. Так а у тебя есть все такие игрушки? Нет, это все коллекции. Да есть. Нет. А ты на камеру покажи, сколько у тебя игрушек. Кто тебе эти игрушки подарил? Я их украл! Украл? А то, о чем я говорила, собственно. Нам сейчас важно прожить именно этот период, поэтому я просто нахожусь в принятии, заберу это все в сумку, отнесу это все домой. Извиняйте. Лена, тогда я вас больше не буду задерживать. Спасибо вам за это. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всем хорошего вечера. И даже ни одного бокала не разбили.